Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня мы с вами вернёмся в 2013 год для того, чтобы погрузиться в смесь киберпанка и фэнтези. Технологии переплелись с плотью и сознанием, эльфы, тролли, орки, дворфы живут среди людей, а безжалостные корпорации идут на все ради прибыли. Вэйрранер – наёмник-маргинал, который действует в тени корпоративных гиперструктур, выживая за счёт своих навыков и инстинктов. Когда влиятельные или отчаявшиеся дают вам заказ, они знают, что он будет выполнен любой ценой. Рад вам представить изометрическую, научную и фантастическую атмосферную ролевую игру под названием Shadowrun – Retends. Итак, игра создана по мотивам настольной ролевой игры Shadowrun, действие которой происходит в вымышленной вселенной ближайшего будущего, в рамках которой существует кибернетика, магия и фантастические существа. Она сочетает в себе жанры киберпанка, городского фэнтези и криминальных историй со случайными элементами теории заговора, ужасов и детективной фантастики. Я с настолкой не знаком, да и игру в своё время пропустил. Кстати, на игру денежку собирали на кикстартере, хотели собрать 400 тысяч долларов – собрали 2 миллиона. Игра вышла 25 июля 2013 года. Из почти 9000 отзывов имеет оценку очень положительную. На метакритике оценка от критиков 76, от юзеров 7,5. Весит игра почти 3 гигабайта. Доступна в нашем регионе, её без проблем можно купить в Steam за 349 рублей. Но имейте ввиду, что игра сейчас состоит из трёх частей и всю трилогию можно взять за 900 рублей. Сегодня мы будем говорить исключительно о первой части. Так как я игру пропустил, обзор будет по традиции предварительный, без спойлеров. Если в конце игру я порекомендую, то возможно мы пройдём её на максимальной сложности и уже потом выпустим видик с субъективным мнением. Итак, разработчики обещают напряжённые тактические бои. Благодаря большому выбору оружия и заклинаний, вам придётся взвешивать каждый свой шаг. Для успешного выполнения заданий вам понадобятся раннеры, чьи боевые тактические и магические способности дополняют друг друга. Обдумывать придётся каждый шаг. Свободное развитие персонажа. Выбирайте базовый архетип героя и делайте с ним что хотите. Уличные самураи и физические адепты владеют продвинутыми боевыми навыками. Шаманы и маги призывают могущественных существ и колдует смертоносными заклинаниями. А ригеры и декеры оказывают незаменимую поддержку с помощью технологий, напрямую загружая своё сознание в дроны и компьютерные программы. Эффектная смесь 2D и 3D графики. Shadowrun сочетает в себе персонажей освещения в 3D и нарисованные от руки декорации, а портреты персонажей добавляют диалогом живности. Что же, давайте посмотрим, что в игре реально есть и стоит ли тратить деньги и время на эту игру. Запасайтесь провизией, я же налил себе кофе по-ирландски и мы начинаем. Итак, вы раннер, который проживает в квартире, где даже тараканы собрали свои вещи и отправились искать лучшую жизнь. И жизнь раннера во многом зависит от везения. Сегодня вы нарасхват, шикуете налево-направо, завтра уже считаете деньги и думаете, как бы не помереть от голода. Ваш главный герой на мели, у него ничего нет, кроме этой квартиры. Время 3 часа ночи и вам приходит видеосообщение от вашего бывшего сообщника, которого зовут Сэм. Сэма убили. Он записал на случай своей смерти видеосообщение, где обещает 100 тысяч нью-эн за поимку его убийцы. На секундочку, 100 тысяч это очень большая сумма в мире игры. Вот она идеальная завязка детективного ноарного приключения. И скажу вам сразу, узнать, кто убил Сэма, становится сразу интересно. Вообще, по части персонажей и то, как разворачивается сюжет, и то, как описывается сюжет и составлены диалоги, в игре все годно. Есть, конечно, маленькие косяки, которые могут заметить душняры вроде меня. Например, при разговоре с Дрезденом я не говорил ему, что Сэм назначил награду за поимку своего убийцы. Но, когда в разговор встревает третий персонаж по имени Джейк, Дрезден этой информацией обладает и все выдает как на духу. По части сюжета, как я мог заметить за 8 часов игры, игра не РПГ. Игра линейная адвенчура, которая будет водить вас от диалога к диалогу, от боя к диалогу, от боя к бою. Это надо понимать. А теперь давайте поговорим о геймплее. Итак, игра не встречает нас с синематиком, но сразу можно обратить внимание на годное музыкальное сопровождение. Начиная новую игру, вам предстоит выбрать уровень сложности. Всего 4 уровня. На что влияет сложность, не говорится. Смею предположить, что на хп врагов и на урон. Может еще на шанс попадания. Я не знаком с правилами на столке, взял высокую сложность для обзора. Далее окно создания персонажа, где надо будет выбрать пол, мужской или женский. Расу, человек, эльф, дворф, огар и тролль. Естественно у каждой расы свои стартовые характеристики. Далее архетип. Уличный самурай, маг, декер, шаман, ригер, адепт. Или можно вообще не выбирать архетип. Далее аватар и окно навыков. Навыки прокачиваются в игре за карму. С навыками придется посидеть поразбираться, некоторые вещи непонятны. И так как вы не знаете, как все будет работать в игре, придется скорее всего пересоздать персонажа, если будете играть на харде. Сразу скажу, что окно создания персонажа, окно навыков, интерфейс в игре и взаимодействие с этим самым интерфейсом максимально неудобно и на мой взгляд не информативно. Поиграв 8 часов, я правда считаю, что это все сделано посредственно. Я конечно не знаком с правилами на столке, может тут все как надо, но мне не зашло. Единственное, что более-менее хорошо сделано, это окно диалога. Ко всему остальному надо привыкать. К меню снаряжения, к магазину, к окну навыков, которым ничего не понятно. К тому, как можно сохранить игру. Это все сделано неудобно. Интерактив в игре бедный, там где от вас требуют взаимодействия с предметами, все вам подсветят. А так, бродя по городу, вы не заглянете в мусорный бак, да и в комнате не обшарите все столы и шкафчики. Игра не про лутание, в игре вообще проблемы с лутом. Тут вы не подбираете бижу, перчатки, верхнюю одежду и сапоги. Скорее всего, таковы правила. Есть общее снаряжение с определенными характеристиками. И то, выбор невелик. Есть импланты, но я играл за мага, поэтому мне, как я понял, они не нужны. Да и я их и не находил. Вообще, выбирая архетип в игре, надо понимать, что это скажется на вашем прохождении, так как в игре предусмотрены проверки в диалогах. Например, обладая навыком общения уличных банд, вы можете избежать боя. Не обладая, будет бой. Боевка мне показалась максимально примитивной и, если хотите, скучной. Тут нет неочередных атак, окружения, ударов в спину, штрафов для дальников за ближний бой. Есть два ОД, которые вы можете потратить либо на атаку, либо на передвижение. Есть промахи, привет, XCOM. Нет лока, непонятно почему промахнулись. Нет интеллекта у врагов, они обычно занимают позицию и стоят тупо стреляют. Враги часто ходят первыми. Неожиданно. По мне, разработчики приукрасили боевку в описании игры. Я играл на высокой сложности и вызова особо не увидел. Немного позиционирования и везения на попадание, все, что нужно для победы. Боевка в игре, как по мне, прикручена для галочки. Возможно, в начале так легко, а дальше будет сложно, но я уверен, что сложно будет лишь потому, что врагов будет больше. Анимация атаки посредственная и графика в игре пойдет. Локации, кстати, нарисованы красиво. Судя по всему, на это ушло большая часть бюджета. По мне, игра вообще не про геймплей и с РПГ разработчики загнули. Даже спутники, которые к вам присоединяются, покидают вас после завершения миссии. Исследования в обычном понимании изометрической РПГ в игре нет. Зайдя на локацию, вы не сможете с нее выйти, пока не пройдете квест. Дополнительные задания встречаются. В моем случае, сходи, убей, вернись, получи награду. Игра от квеста к квесту, от локации к локации. Диалоги в игре не озвучены и синематиков тут не завезли. Но, если забить на все привычные механики РПГ и подойти к игре как чисто приключению, то ходить и разговаривать будет интересно. Потому что в игре действительно важно слушать NPC и понимать, о чем они говорят. Игра потребует от вас настроя и неспешности. И если вы любите читать и вам нравится данный сеттинг, то игре есть что вам предложить. Что я могу сказать? В игре отличное музыкальное сопровождение, интересные персонажи, о которых хочется узнать больше. Хорошо написанная на первый взгляд история и атмосфера киберпанка чувствуется за версту. Есть проблемы с геймплейными механиками и если вы не проникнетесь историей и атмосферой, то игру вы бросите. Так как она покажется вам скучной. Я не фанат киберпанка, я больше по средневековому фэнтези, поэтому я от игры воздержусь. Дело не в том, что игра плохая. Дело именно в сеттинге, на который у меня сейчас нет настроя. А вот для всех любителей детективного киберпанка игру я рекомендую. Стоит взять по скидке, если вас не смущают минусы, о которых я говорил выше. А те, кто знаком со вселенной, думаю, игру уже давно прошли. Возможно, фанаты игры касательно геймплея будут со мной не согласны и скажут, что чтобы раскрыть механики, надо играть за разные архетипы и правильно качаться. Я скажу, что если мне не зашло играть за мага, то не зайдет играть и за другой архетип. На этом у меня все, всем добра и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok